Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Маш Зайтунцев – символ Западной Армении в борьбе за свободу. Армения и Грузия подписали программу военного сотрудничества на 2019 год. Араик Арутюнян освобожден от должности советника президента Карабаха. Власти Турции хотят посадить Османа Ковалу пожизненно. Армянская церковь Святого Киракоса в Тигранакерте может быть отремонтирована. Книга «Нагорно-карабахская проблема. Не заживающая рана» представит арабскому читателю историю карабахского конфликта. Конифа Арцах, 2019. Марш Зайтуна, написанный в 1860-х годах, известным армянским композитором Тиграном Чухаджианом и поэтом Арутюном Чакарианом. В конце XIX и начале XX веков он стал уникальным гимном национально-освободительной борьбы. Неслучайно в 1968 году по случаю 50-летия Сардарападской битвы в эту мелодию играли колокола памятника. Марш Зайтунцев вдохновил в 1988 году участники Карабахского движения. В 1991 году песня считалась как одна из возможных версий армянского гимна. Каков был мотив для написания марша Зайтуна? Какие важные для армян политические события происходили в Османской империи именно в 1862 году? Город и провинция Зайтун, ныне Сулейманлы, расположены в Киликии в 40 метрах к северу-западу от Мараша на недоступной высоте. Почти два с половиной столетия Зайтун был практически автономной областью. Зайтунцы всегда боролись за свободу и пример этому один из самых важных моментов в истории Западной Армении – восстание 1862 года против Османской империи. Люди на этой фотографии являются лидерами восстания Зайтун в 1862 году. Князь Газар Шовруян, священник Термовсес Хучукенц и князь Аства Цатур Йенутукнян. Конфликт между армянами и турками был объяснен тем фактом, что в начале июля 1862 года в Зайтун вошла 40-тысячная турецкая армия. Они столкнулись с бригадами самообороны – около 7 тысяч человек, арсенал которых состоял из винтовок, пистолетов, ножей и камней. Благодаря численному превосходству турецкие силы смогли оккупировать несколько армянских сел. Подразделения самообороны и местные жители нашли пристанище в городе. В августе турецкие войска окружили Зайтун. Однако после того, как армяне разделили свои силы на 4 основные части и смогли отразить вражеские силы и совершить гениальную контратаку, турецкие военные понесли огромные потери, оставили много оружия и припасов и отступили из провинции. Восстание жителей Зайтуна имело широкий международный резонанс. Армянская деликация встретилась с послом Франции в Константинополе и попросила его помочь зайтунским повстанцам. В результате этой встречи французский император Наполеон III смог оказать давление на турецкого султана. Султану пришлось отступить от своих планов взятия Зайтуна и установить мир при посредничестве Франции. Вдохновленный этим успехом, Тигран Чухуджан написал «Марш зайтунцев». Уникальный гимн национально-освободительной борьбы. Рубен Шухян. Министры обороны Республики Армении и Республики Грузия подписали программу военного сотрудничества на 2019 год. Об этом Армен Пресс сообщил министр обороны Армении Давид Туноян. Во время совместного брифинга 21 февраля в пресс-зале административного комплекса Министерства обороны Республики Армения. Мы обсудили вопросы, связанные с двусторонними отношениями Республики Армения и Республики Грузия в области обороны. Мы подписали между Арменией и Грузией на 2019 год программу военного сотрудничества, которая подписывается начиная с 2010 года. В этом году она оснащена оборонным мероприятием, военным образованием, правами человека, военной медициной, здоровьем и различными антикоррупционными мерами. Армения и Грузия взаимно воспринимают и уважают интересы друг друга и верят в идею безопасного и процветающего Южного Кавказа в будущем, отметил министр обороны Республики Армения Давид Туноян. Президент Карабаха Бакоса Акян подписал указ об освобождении Араика Арутюняна от должности советника президента Республики Арцах, представителя президента по особым поручениям. Последний освобожден от должности согласно собственному заявлению. Об этом новости Армения. Ньюс.эм сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента НКР. Турецкая прокуратура обвинила 16 человек в стремлении свергнуть правительство в связи с поддержкой акции протеста в 2013 году, передает Анадолу. Прокуроры добиваются пожизненного заключения для всех обвиняемых. Среди них бизнесмен Осман Кавала, журналист Джан Дундар и актер Мехмед Али Алабора, которые приняли участие в демонстрациях. Турецкое правительство обвинило Кавалу в финансировании и организации акции протеста. Он находился в предварительном заключении более года. Протесты начались в связи с зашитой парка Гизи в центре Стамбула и вскоре переросли в проект против правительства. Отметим, что Осман Кавал известен тем, что защищает права представителей нацменьшинств. В типографии Стамбула, принадлежавшей ему, в частности, были опубликованы многочисленные книги о геноциде армян, а в его ресторане «Джезаир» были организованы обсуждения по геноциду армян и траурные мероприятия. Армянская церковь Святого Киракоса в историческом районе Сург города Тигранакерт может быть восстановлена. Церковь Сург Киракоса в Тигранакерте – самая большая армянская церковь Ближнего Востока. На протяжении долгих лет она была заброшена. В 2011 году, благодаря пожертвованиям армянской диаспоры из разных стран, церковь отреставрировали и вновь открыли для прихожан. Повторно храм был разрушен во время столкновений между турецкими правительственными войсками и курдскими повстанцами в 2015 году. Церковь сильно пострадала от действий турецких войск, но почему-то во всем винят лишь курдов. В ноябре 2012 года, после 32-летнего перерыва, церковь открыла свои двери, прошла первая церковная церемония. В тот же день в церкви также прошла первая свадьба. Работы по реконструкции церкви Святого Киракоса были проведены при финансовой поддержке Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви. Работая в течение многих лет в качестве посла в арабском регионе, я всегда замечал, что по Нагорно-Карабахской проблеме не хватает информации. Здесь я в основном коснулся исторического прошлого, настоящего, процесса расселения и распространения тюркских племен, особенно на Ближнем Востоке, которое началось в XI веке. «Я включил этот специальный раздел, чтобы арабский читатель понял, о чем эта история, потому что азербайджанцы фальсифицируют историю днем и ночью, пытаясь показать свою местность», сказал Аршак Паладян, автор книги и бывший посол Республики Армения в Сирии. Книга является первой в своем роде. Она была опубликована в 2018 году в столице Сирии в Дамаске. Министр иностранных дел Республики Армении Зограб Манацаканян подчеркнул важность этой книги, отметив, что она еще раз представляет историю нации, которая боролась за свой мир на протяжении всего своего существования. «Эта книга рассказывает о наших людях, которые хотят безопасности и мира для себя, и готовы бороться за это». «Наша решимость достаточно сильна для мира», отметил Манацаканян. Книга Аршака Паладяна «Нагорный Карабах. Незаживающая рана» посвящена 30-летию карабахского движения. Конфедерация футбольных федераций непризнанных государств Конифа от Организации Объединенных Наций проведет чемпионат Европы, который состоится с 1 по 9 июня 2019 года в Республике Арцах. Пройдет чемпионат по футболу Конифа, в котором будут участвовать непризнанные ООН страны. Напомним, что 29 декабря 1917 года Советская Россия приняла декрет о турецкой Армении и по этому декрету право армянского народа на самоопределение и в дальнейшем на независимость. 19 января 1920 года Верховным Советом Союзных Держав де-факто 11 мая 1920 года во время конференции в Сан-Рема де-Юра была признана независимым и суверенным государством. 22 ноября 1920 года президент США Вудро Уилсон начертил границы Армении. Следует отметить, что Западная Армения не была признана ООН из-за ее оккупации Турцией. Напомним, что в 1894 по 1923 годы на оккупированных территориях Западной Армении коренной народ Армении подвергся геноциду тремя турецкими правительствами. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию марш золотунцев. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! До новых встреч! До новых встреч!